Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский дневник очень многодетной мамы и канал Мать-героиня. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, а также мой канал можно найти на Яндекс.Дзене. Ссылочку обязательно закреплю в комментариях, ну а вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, ребят, сегодня, как я уже и сказала, пятница, сегодня я всех поздравила, да, у кого-то впереди выходные. И, знаете, я могу сказать о себе буквально пару слов. У меня сегодня самый счастливый день впервые за несколько месяцев. Я сегодня настолько счастлива, сегодня сбылось то, о чем я мечтала несколько месяцев, и оно произошло. И я безумно рада, потому что в моей семье, любимой, случилось то, чего я очень и очень долго ждала. Поэтому я сегодня безумно счастливый человек, все получилось так, как мы хотели. В общем, да. Ну что ж, как говорится, интрига, интрига, понятное дело, не только Лельке всех интриговать. Я желаю всем, пусть у вас у всех сбываются ваши мечты, пусть все будет хорошо, пусть будет мирное небо над головой, и пусть будет все прекрасно и здорово. Всего вам самого наилучшего. А еще, знаете, мои хорошие, вам просто пожелаю, чтобы рядом с вами были только самые лучшие люди. Вот понимаете, бывает порой, что мы рассчитываем на кого-то, да, мы как-то, знаете, доверяем кому-то, мы как-то начинаем раскрывать свое сердце кому-то. А эти люди не стоят того, чтобы мы, так скажем, были рядом с ними, помогали им, да, возможно, как-то вот, я не знаю, отдавали всех себя и так далее. Вот бывают такие моменты, на ошибках, как известно, учатся, но не это самое главное. Самое главное то, чтобы, знаете, не зачерстветь сердцем из-за тех людей, которые абсолютно случайные в нашей жизни. Я прекрасно для себя поняла в один прекрасный момент, что да, есть люди близкие, а есть люди случайные. И хорошо, что я это поняла, я это уже приняла благополучно, но, как говорится, вот часто мне пишут о том, что вот так и так, вот бывают разные моменты в жизни. И знаете, на самом деле, да, жизнь, как говорится, прожить не поле перейти, а в жизни бывает всякое. В жизни бывает так, что мы рассчитываем на людей, вроде как бы мы стараемся для людей, а потом, когда мы поворачиваемся, а даже некому сказать, ау, ау, кто здесь, кто рядом, да. И, слава Богу, всегда почему-то рядом оказывается именно твоя семья. Это такое счастье, великое счастье. И вот сегодня в моей семье произошло просто прекрасное событие, которое я вас ждала несколько месяцев. Я безумно этому рада. В общем, просто всем хочу пожелать счастья, любви, всяческого благополучия, близких людей рядом. И пусть рядом вас всегда окружают только те люди, которые готовы будут вам помочь в любую минуту. Всегда. Вот не только, знаете, это будет, так скажем, какая-то помощь, да, однобокая. Вы помогаете, а вам нет. Вот чтобы всегда были люди такие, которые готовы всегда вам прийти на помощь в любой момент, вне зависимости даже от того, вот вы их просить не будете, а они просто будут рядом с вами и помогут вам. В общем, ребят, ну, простите, я на эмоциях. Мне сложно говорить, мне даже в этот момент я говорю с вами, мне хочется почему-то плакать. Плакать, правда, от счастья. Честно. Ну что ж, ладно, а мы возвращаемся с вами к Лёльке, простите меня. Так вот, что касается Лёльки, друзья мои, вы знаете, мне сегодня пришел такой интересный комментарий. Я посмотрела, я даже не поняла, как его надо правильно воспринимать. Я понимаю уже давным-давно, что комментарии Лёлькиных хомяков, конечно же, надо вообще просто абсолютно всегда практически игнорировать. Игнор – это лучше всего, да? Либо бан, либо игнор, потому что правильно, правильно, ну, как бы нет смысла, знаете, вот это вот все, как говорится, культивировать и так далее. И вот одна написала, Галя, а вы что, живете в Лёлином доме, раз вы всегда в курсе всех событий? Нет, как говорится, Бог миловал. Я, слава Богу, не живу в Лёлькином доме, а у меня есть свой дом, у меня есть прекрасная своя семья, у меня есть мои любимые и близкие люди, которые всегда рядом со мной, чтобы не случилось. Я им безумно за это благодарна, у нас очень дружная семья, вот. Но что я хочу сказать, что касается Лёльки, я обзорщик, а Ютуб – это моя работа, об этом я говорю уже на протяжении почти двух лет, сколько я на Ютубе. Ютуб – это моя работа, и на Лёльку я снимаю обзоры уже полтора года, каждый божий день, поэтому, поэтому как-то так, да, я, в принципе, в курсе, что у Лёльки происходит. А поскольку обзор – это отчасти пересказ увиденного и услышанного, плюс сдобренный, так скажем, пересказ своим личным мнением, да, как ни крути, ну, понятное дело, у кого она есть, тот, так скажем, может, имеет право высказать свою точку зрения. Поэтому, конечно же, я в курсе, что происходит у Лёльки в доме в Туровке. Ну, вот мне странно, и мне кажется, хомякам должно быть стыдно, когда они говорят такие вещи, что они вот как раз-таки не в курсе, что у Лёльки происходит. Хомяки, вперед из песни, к Лёльке на стримы, на ролики, тратьте свое драгоценное время, да, вот как-то так. Я трачу его сейчас за полторы копейки за то, чтобы просто так рассказывать практически бесплатно в своих обзорах, поэтому вперед из песни и слушайте свою, так скажем, своего кумира. Ну, а далее, друзья мои, далее Лёлька привезла Светочку. Я думала, сейчас начнется, знаете, вот это вот стахановец Светка пойдет туда-сюда, но не тут-то было. Лёлька облобызала Светочку, назвала их двоих две розовые девочки, да, ну, поскольку, не пугайтесь, они были обе в розовом. Они начали стелить постельное белье, друзья мои, держите меня семеро, стелили они его, как всегда, вдвоем. Ну, а далее Лёлька сидит на кровати рядом со Светочкой и жалуется, что кругом куча белья. Ребят, я просто в шоке. Вы понимаете, вот Светочка, Светочка что-то там пытается делать, Лёлька либо копается в телефоне, либо болтает, либо что-то там ест. Ну, а далее просто, знаете, это вот просто нечто, они разбирают вдвоем, опять же, вот этот вот бедный несчастный шкаф. Слушайте, я просто в шоке. Ну, и как всегда, начинают общаться, общаются про мужчин, разговор плавно, но верно зашел в сторону Жени Б и мудаков. Ну, Женя Б же как-то сказал Лёльке, Лёлька все никак успокоиться не может по поводу того, что я не буду забирать у детей тебя, вернее, у тебя детей, это Женя Б ей сказал, потому что ты будешь тогда, Лёля, развлекаться со своими мудаками. Лёля сказала, вот, он меня послал, и я имею полное право жить так, как хочу, да, живу так, как хочу. Ну, короче, как-то так, друзья мои. Ну, а далее, а далее, а далее Лёлька стоит на голубом глазу, говорит, помогите, пожалуйста, матери, которая одна воспитывает детей без алиментов. Лёлька, у нас каждая вторая женщина в стране, да и не только в стране, и, наверное, на всем постсоветском пространстве, каждая вторая женщина воспитывает детей без алиментов. Ну, пусть не каждая вторая, пусть каждая третья. Ну, мне просто интересно, почему лёльки именно должны помогать. Далее, друзья мои, лёлька рассказывает буквально нечто, буквально, знаете, нас пускает в святая святых и говорит, вот, дети так подтянули учёбу, Саша полюбила учиться, получила там какую-то пятёрку почему-то там. Даня тоже стал такой молодец, она говорит, да, дети учатся хорошо, и это, говорит, заслуга не школьных учителей, а заслуга исключительно репетитора, которого лёлька благополучно наняла с зимы. И говорит, пусть учителя не обижаются, но это не их заслуга, лёль. На самом деле, для того, чтобы дети учились хорошо, и вообще учёба детей, в первую очередь, зависит не только от учителей, она зависит ещё и от родителей. Родители тоже должны вносить, так скажем, определённую какую-то лепту в учёбу своих детей, правильно, в их образовании, воспитании и так далее. Так вот, что я хочу сказать, лёлька пытается, значит, всё свалить, как всегда, то есть лёлька детьми не занимается вовремя, да, а потом она отдаёт детей в школу, и вот, как всегда, всё сваливает на учителей. А те моменты, знаете, она как-то упускает, которые дети у неё не высыпаются, да, потому что мать может сама встать со стрима в 2 часа ночи, дети лягут спать в 2, им надо там вставать, грубо говоря, в 6 или в 7, да, понятное дело, дети не высыпаются, учиться они толком не учатся, она у них уроки не проверяет, и поэтому ей абсолютно плевать, но при всём при этом лёлька считает, что обязаны как раз-таки именно учителя, а она как мать вообще ничего не должна. Она говорит, да, репетитор просто, говорит, женщина огонь, она, говорит, такая молодец, она, говорит, всех так подтянула, привила детям любовь к учёбе, ребят, я просто валяюсь, слушайте, и говорит, вот, Настя, говорит, София, теперь уехали, сейчас уехали, и на их место приехала Матрона от бабушки, и говорит, да, Матрону сейчас так репетитор начала натягивать, что она уже практически и считает, и скоро, говорит, в 4 года начнёт читать. Ребят, ну начнём с того, что Матроне уже исполнилось 4 года, да, и потом, вот мне просто интересно. Мне интересны другие моменты, что касается почти начала считать, скоро начнёт читать, скоро, когда, и по большому счёту уже через 2 года, и по большому счёту идти, да, там, через 2,5 в школу, но дело даже не в этом. А мне вот интересно, а Матрона, интересно, перестала пить с бутылочки, и перестала ли Матрона ходить в памперсах? Ведь вспомните, до этого Матрона постоянно ходила в памперсах, мне интересно. Лёлька, как мать, сумела отучить Матрону, да, от памперсов, приучить ребёнка к горшку, давным-давно пора, и приучить её пить нормально, а не с бутылочки, как маленький-прималенький ребёнок. Я, вы знаете, так думаю, что нет, потому что Лёлька с Матроной время не проводила. Перед отъездом Матрона ходила как раз-таки в памперсах и пила с бутылочки, и сейчас Лёлька Матроной не занимается. Но Лёлька считает, что раз она отдала своих детей вот этой посторонней женщине, репетитору, значит, она должна из них непосредственно сделать с людей, а потом отправить их, так скажем, в большое плавание, да, именно в школу. Ребят, ну вы знаете, вот мне Лёлька напоминает колесниковых колёс, как я их называю. Такие люди вообще молодцы, они, в кавычках, молодцы, конечно же, они, знаете, они из той категории людей, которые, в принципе, нарожали детей, не интересуются этими детьми, а потом, в случае чего, да, то есть дети запущены по всем показателям абсолютно, образование, воспитание, медицина, здоровье, всё на свете запущено, но потом, вот стоит детям только пойти в школу, всё, чуть что какая-то проблема, виноваты учителя, где-то какая-то проблема, виноваты медики, где-то ещё кто-то, виноват кто угодно, но только не горе-родители, которые вообще приори даже не собираются заниматься своими детьми. Согласитесь, просто безумно шикарная позиция. Ребят, вот такой у меня сегодня коротенький получился ролик, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, ещё раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.